Основные векторы развития всецерковного православного молодежного движения наметили и обсудили в столице Южного Урала. Для участия в открытом форуме молодежи Уральского федерального округа в Челябинск прибыли гости священнослужители, помощники, настоятели по работе с молодежью, лидеры и активисты молодежных объединений со всего региона. В Культурно-Просветительском центре «Наследие», который работает на приходе храма Сергия Радонежского в Челябинске, открылся второй форум православной молодежи Уральского федерального округа. Я вот приехала первый день, я вижу, как активно организованы многие секции, я вижу, как вы активно приглашаете интересных людей, спикеров, известных людей для того, чтобы привлечь молодежь к церковной жизни. Мне кажется, это очень правильное и верное сегодня направление, пробовать говорить с молодежью на языке, который близок к светской молодежи, светскому населению. Потому что, конечно, сегодня мы живем такой сложный век, и нужно пытаться понять, чем думает молодежь, какие у нее ориентиры. И, конечно, пробовать, привлекать для, безусловно, духовной жизни в церкви, чтобы они быстрее находили свой истинный путь, чтобы они быстрее находили свое призвание. Открывая форум, митрополит Челябинский Мяский Алексей подчеркнул, что Челябинская епархия может предложить много интересных проектов по работе с молодежью. На площадке отдела по делам молодежи в Челябинской епархии базируется координационный центр молодежного служения в Уральском федеральном округе. Команда отдела постоянно находится в поиске новых проектов, подходов и людей в работе с молодежью. Она всегда готова делиться наработанным материалом. Как наладить работу с молодежью на приходах, могут рассказать воспитанники Центра наследия Сергеевского храма. Здесь занимаются сотни детей и подростков со всего города. В данном центре может реализоваться вообще любой возраст. То есть как от младшего в рамках воскресной школы, то есть несколько ступеней, уже на данный момент их пять, подростки, которые реализовываются, к примеру, в рамках тоже воскресной школы на пятой ступени, в подростковом клубе наследник, ипархиальный палаточный лагерь наследник, сборы православного молодежного актива. Ну и, конечно же, самая такая целевая аудитория – это наша молодежь, в число, в которое я вхожу. То есть это есть объединение молодежной встречи в наследии, где ребята общаются по интересам, смотрят фильмы, ходят в походы. Ну и, конечно, православная составляющая. Участвуют, к примеру, в миссионерских литургиях, посещают какие-то паломнические поездки. В рамках двухдневного форума запланированы презентации, лекции и дискуссии. Гости также побывают в Государственном историческом музее Южного Урала.